Девушки отдыхают С главным буду говорить Молодец этот бизнесмен Хорошо играет У тебя бы все бабки хотели забрать Ты бы еще не так сыграл Главное, что он Круглова сюда вытащил Она осторожная За полгода, как мы занесли Дим впервые на деле появляется Мне нужны гарантии Гарантии, что не убьете меня потом Вас никто не тронет А вот это приобрести придется Здесь на 15 лет строгого режима Кстати, пока ехала Папка в цене подросла Зови по обслуживанию Жадная тварь Парни, напоминаю Круглову берем живое Вы мне угрожаете? Вы, блеститель закона Грабите, шантажируйте меня Проверю Отпустите Отпустите меня Что за черт? Тихо Где? Проверь, быстро Работаем Парни, вперед Давай быстрее Майор Круглова Здание окружено Уходим! 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 Ты еще одна побегуешь, лейтенант! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 В городе Происходят серийные убийства детей А милиция сидит Сложа руки У нас нет даже подозреваемых Складывается впечатление, что Что жертвы сами заходят в глухие места Потому что доверяют преступнику Сами идут за своим убийцей, что ли? Ну, это одна из версий Но для меня лично она самая вероятная Тогда многое можно объяснить Скорее всего, убийца тонкий психолог Ой, не люблю я эту психологию Он может дать девочкам что-то такое Что они не получают Ни от родителей, ни от друзей Факты у нас есть какие-нибудь? О последней жертве нам известно, что Девочка была Замкнутой, как и многие отличники Любила книги Фильмы в жанре фэнтези Я просил факты Иван Савельевич Мы отрабатываем Ее учителей, ее знакомых Мы уже знаем, что она брала уроки игры на гитаре Да, всех Кому могла доверять девочка Да Так Другие версии Есть у нас? Мне результаты нужны Ты чего опаздываешь-то? Пойдем покормить Где была-то? В лазарете Да ты что? Новое оборудование принимала Да ладно Пришло что ли? Угу Ты чего из Москвы, правда? Ты проверяла? Каждую коробочку Каждую бумажечку Ну это же как быстро подогнать-то, а? Да за такие деньги тебе завтра крем или из Москвы привезут Обалдеть А Захар-то как? Сияет, как самовар Ну? Не поет? Нет, не поет Но настроение офигительное Еще бы У него теперь вместо тюремного лазарета Спасибо Самая лучшая клиника пластической хирургии В придаче с хирургом, да? Да Чувствую, я мне придется до конца жизни Местных матрешек Красавицу перекраивать Ого Кто подогнал-то? Да и есть добрые люди Да, за денежки все добрые становятся Кстати, ты тоже готовься Сейчас тебя Захар к себе вызовет Облизывать будет Ты чего улыбаешься-то? Знаешь, как он сейчас заживет? Как царь Сначала я ему жену обновлю Там подрежу Там подтяну А потом ее медуза увидит И пошло-поехало Кстати, и тебе, Шарамик, уберем И снова принцесса Королевишна Ну, я пошла Круглова! О! Начальник! Я же говорила Бегу, бегу Как бы не поскользнуть Ну-ка, Горуну покажи Ширю Изюм Спасибо вам большое За что? Ну как за что? За то, что Юрку взяли в сборную школы Понимаете? Мы, к сожалению, не можем с ним поехать У нас работа Да не волнуйтесь Все будет нормально Да мы не волнуемся Вы знаете, у него миндалины У всех миндалины Помню я, помню Мороженого я ему не дам Хорошо Катюш, Саша Проходим Давайте Даша Ну правда Ты ставишь Юрку В неловкое положение Перед остальными А ловко будет Если он простудится Ты вообще помнишь Что у твоего сына миндалины У всех миндалины У тебя они постоянно воспаляются Не ешь там мороженое, слышишь? Мам, хватит уже, а? Пап, ну скажи Да что? Ну правда Ему пора, а нам тем более Юрк Мы с мамой верим в тебя И желаем тебе победить Во-первых Самого себя А потом и остальных соперников Вечером мы обязательно встретим Давай Я тебя люблю, сын Пойдем Пока Счастливо До свидания Не переживай Собылись ваши предсказания Елизавета Михайловна Международный фонд Помощи женщинам-заключенным Прислал нам Хирургическое оборудование Для пластической хирургии На сумму Которую мне даже страшно произнести Какие гуманисты есть на свете, а? Захар Игнатьев Вот бы и у нас в России это так Вот Чтоб человек на первом месте И не важно свой, там чужой Свободный или заключенный Ну что говорить Цивилизация, да Ну что, разве это не повод? Повод Ой, за гуманизм И процветание Ваше здоровье, Захар Игнатьевич Взаимообразно Я, Елизавета Михайловна Учел ваши молитвы По поводу оборудования И с этим событием совпало другое Для тебя практически чудо Игнатьич, не томи Ушли твои документы на УДО Ну, с моими рекомендациями По моей просьбе и под моим контролем Думаю, месяца через два Здесь будет комиссия Месяцев через шесть, семь Ну, максимум восемь Ты окажешься на свободе Так сказать, с чистой совестью Ну, 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 не реви Я понимаю, что почти девять лет здесь Это не шутка Ну, чего реветь-то? Дочку свою увидишь Твое здоровье Спасибо тебе Я вот чего подумал А может, тебе не уезжать? А? Ты женщина толковая, предприимчивая Мы нашу клинику так раскрутим И теперь получится это Хорошая, это Бизнес-вумен Ой, Сахар Игнатьич Домой я хочу Поднадоел мне твой санаторий Че бледная такая? Не заболела? Ну, рассказывай Как тебе Захар дифирамбы пел? Что, коньячок пили? Все, чую Че молчим? Ну Захар Мои документы на УДО послал Через полгода вот Все-таки есть Бог на свете Лизка Как я за тебя рада Слышь Я вот все думаю А вдруг не послал Он сейчас Меня коньяком-то поел Умолял остаться Чтобы с ним клинику поднимать Вот шуга Да не парься Куда он денется? Насильно-то не оставит Валя Я такая счастливая А ж плясать охотно Ну ей-богу Ну ничего Сидим-то тогда И петь будем И плясать будем А смерть придет Помирать будем И петь будем И плясать будем А смерть придет Помирать Лиза Что с тобой? Лиза Здравствуйте Здравствуйте Представляешь Она жива Слава Богу Есть шанс ее спасти Она его видела Сможет его опознать Не знаю Главное Что она жива Леночка Ты только ничего не говори Ты если Увидишь что-то похожее Ты глазками моргни А мы тебя поймем Ладно? Она возможно не слышит вас Леночка Если ты слышишь меня Ты Глазками моргни Умница А теперь смотри Мы будем Этому человеку Менять разные прически Посмотри Может быть такие волосы Нет Нет Эти оставьте Молодец Хорошо Ну Хоть что-нибудь Добралось Дайте минутку Дашуль Да ерунда Что это Она даже не понимает Что от нее хотят Просто выполнять Наши команды Ей сказали Моргнуть Она и моргнула Да Она нам не помощник Да Не совсем Если реакции девочки Можно принять За показания И на них основываться То Получится Примерно вот так Да под этот фоторобот Можно привлечь полгорода Бери любого И пришивай его к делу Подожди Это лучше чем ничего Отдайте рисунок В разработку Да Хорошо И если нам повезет То нам очень повезет Едем Поехали Спасибо До свидания До свидания Так Внимание Получена ориентировка Ознакомьтесь Когда вы гуляете Или например Возвращаетесь У школы Будьте пожалуйста Осторожны Потому что Иногда Ваше необдуманное Поведение Или слишком Раскованные манеры Могут спровоцировать Маньяка Чаю налить? Могут спровоцировать Могут спровоцировать Могут спровоцирование Небе Могут спровоцировать Эти Могут спровоцировать И чем это я тебе не угодила? Пол не тот. И все? Ну что, Пинкертон, пошли спать? Погоди, погоди. Смотри, первая девочка писала стихи, вторая прекрасно рисовала, а третья и четвертая пели. Одна в хоре, а другая в школьном ансамбле. Все эти дети, они творческие натуры, необычные и весьма закрытые. И откуда ты это взяла? А вон, описание их комнат. У всех либо диски с гитарной музыкой, или плакаты с известными гитаристами, либо ноты. С ума сойти. Ну как же мне раньше-то в голову не пришло все это воедино свести. Вот и умница. Пойдем спать. Утром, вечером, мудренее. Андрюш, ты никому не рассказывал? Ты что, никому? Ну, что было за прошло? Да что ли, всегда помни, что бы у тебя ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. А я с тобой. до сих пор не понимаю, как... как могла Лена оказаться в этом парке? мы туда вообще не ходим. Каждый день по телевизору говорят. Будьте внимательны. Не пускайте ваших детей на улицу одних. Да я вроде не пускаю. Она только в школу ходит. И во дворец культуры. Леночка, Леночка, какая девочка была добрая, общительная. Ты ж какой надо быть сволочью, а? Ирина Петровна, скажите, какой характер был у нее? Мечтательный. Даже, я бы сказала, романтический. Но, вы знаете, она при этом была очень энергичная. Вот на Макармайла долго не задержалась. Ей так нравилось играть на гитаре. Гитара? Вот. Слышите? Анатолий Ряшенцев. Наша гордость. Анатолий как? Ряшенцев. Около года назад он ушел из группы, как называется, виртуальный мир. Да. Говорит Ирина Петровна, я так устала от фальшового блеска дешевой эстрады. Хочу попробовать себя в педагогике. Я ему говорю, вы с ума сошли? Вы знаете, сколько нам здесь платят? В общем, он настоящий подвижник. Трудяга, говорит, самое главное научить детей понимать музыку. Вот так. И все-таки, почему он ушел с большой эстрадой в дом молодежи? Я сначала тоже очень удивилась. Но потом он мне рассказал, что продюсер группы просто выпер его и взял на это место какого-то своего протеже. Мир шоу-бизнеса. Он был так расстроен, но я ему говорю, Олечка, все, что не делается, все к лучшему. Я вообще не понимаю, как он с таким характером так долго там продержался. Что вы имеете в виду? Характер у него делегатный. Такие трудяги, подвижники. Они вообще плохо выживают в нашей мире. Знаете почему? Почему? Потому что они мягкотелые. Больные есть. Ну и что ты меня обманываешь? Сейчас будем с ним аглавы делать. Ты в моей башке ничего интересного не найдешь. Не дождетесь. Лис, а ведь это ты оборудование проплатила. То, что тебе деньги по звонку привозят, это ежу понятно, живем как в санатории. Но ведь мета-оборудование это огромные деньги. Откуда у тебя столько? Ты мне не доверяешь? А я никому не доверяю. Мы здесь будем портки протирать или мою башку смотреть? Ну, можно и башку посмотреть. Обиделась, что ли? Да нет. Ну, ты мать даешь. Запомни. Когда я выйду, мы с Полинкой жить будем, как королевы. А ты выйдешь, мы тебе клинику купим. Самую крутую пластической хирургии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Семерочка. Где? Сколько? Семь. Вот она, семь. Здравствуйте. Здрасте. Мне нужно поговорить с Татьяной Викторовной. Я слушаю. Можно вас на минуточку? Да, конечно. Ведь Ряшинцев Анатолий, он у вас живет. Он давал уроки музыки пострадавшим девочкам. Только вы не волнуйтесь, это простая формальность. Да, да, я понимаю. Ну что, Светлана? Мне, конечно, конечно, мне невероятно жалко, что такая прекрасная, такая талантливая ученица будет радовать кого-то другого. Но это все папа. Его просто переводят, и они решили взять меня с собой. Ну это нормально, когда ребенок живет с родителями. Правда ведь? Ну вот бы и ехали они сами, а меня бы оставили с бабушкой. Тогда бы я стала... Стоп, стоп, стоп. Стоп. Ты станешь? Обязательно станешь. Родителей нужно уважать, любить, ценить, что бы они с тобой ни делали. А можно я вам буду писать? Можно. Но помни, самое главное, музыка это... Одиночество и... Тайна. Пока. До свидания. Только он совершенно на это не способен. Просто рыцарь печального образа. Я его и так, и так... В смысле? Хотела с племянницей своей его познакомить. А он, знаете, даже ни разу из комнаты не вышел, пока Женечка у меня была. А она у нас гордая. Не даром, что старая дева. Ну раз, ну второй. На седьмое она ей говорит, все, тетя Таня, я больше так унижаться не буду. А тут должен из комнаты своей к нам шасть. Бледные губы дрожат, а в руке портрет девушки. Какой девушке? Той, которую он любил. А она погибла. Утонула, что ли? Погибла. Я не помню, надо у Женечки спросить. У нее память-то лучше. И так трогательно рассказывал, что мы обе привели, как белуги. И с тех пор я зарекла себя усватывать. Такая рана в душе мужчины ничего хорошего его новой избранницы не принесет. Ну, согласна. Спасибо вам, побегу. Да, и еще, Татьяна Викторовна, вы уж не говорите же лицу своему, что я про него расспрашивала. А то человек впечатлительный, мало ли что. А у нас работа такая. Расспрашивать, сопоставлять, искать и находить. Спасибо вам. До свидания. Отпусти ты мою душеньку, грустно скажешь, сколько я. Не ведите меня, Ноженьки дай в реку глубокую. Боже, дай мне, Дай надежду, Что я буду вместе с милым. И дай мне силы улететь, Небо ангелам все прокрытых. Пока все невнятно. Голос нужно изнутри подкреплять образами, чувствами, Иначе звучание становится тусклым, не из души. Лиза, ты как? Нормально. Че остановились? Ты точно в порядке? В порядке. Давайте попробуем еще раз. Ну, соберитесь, ну. Ну, соберитесь, ну, пожалуйста, ну. Ну, погромче, я не слышу. Моё печальное чувство улыбкают. Боже, дай мне веру, Дай надежду, Что я буду вместе с милым. Или дай мне силы улететь в небо, Ангелам все прокрытые. И после этого зрители, охваченные экстазом, Унесли мою маму прямо в машину на Красную площадь. Она им говорит, Отпустите меня, меня дома дочка ждет. Это типа я. Но они не слушали ее. И продолжали нести прямо на Красную площадь. И вся Москва смотрела. Слушайте вы ее. Ее мамаша уже девятый год на нарах чалится. Правда, вы умырешься? Эй, эй, эй. Так, 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 тихо. Все, разбежайте, пробей. Все, 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 тихо. Полина, ну что такое? Мы же договаривались, что ты драться не будешь. Да что? На мою маму наезжай. Тихо. А что она все время врет? А ты не слушай. Нет, Полинка, врать нехорошо. А сами-то что врете? Кто врет? Это я? Вы меня и ненавидите. А делайте, что любите. Так, ну, Полина. А ну-ка, стой. Полина. Здрасте. Нет, ну вы посмотрите на нее, а. И с Филой, Леню. Что она все время врет? Она сама виновата. Сама виновата? Заняться нечем, да? Или вам нравится на это безобразие смотреть? Так, Полина. Егор Петрович, пойдемте ко мне. Пойдемте в кабинет. И надо разобраться. С этим надо что-то делать. Это уже не в первый раз. Смотрите у меня. Видишь, Полина, как к тебе относится Егор Петрович. Почти как папа. Так, детка, я собираюсь к матери ехать на свидание. Она просила привезти твою новую фотографию. Улыбнись. Полина, ты должна слушаться Егора Петровича. Вот когда твоя мама вернется, вы будете жить все вместе счастливой семьей. Мы с мамой будем жить счастливой семьей. Полина, очевидно, мне придется маме рассказать, что ты опять дралась с мальчиками. Мама же расстроится. Улыбнись. Ну? Ну, вот так. Хорошо. Молодец. Спасибо. Пожалуйста. Будешь? Вот, привез, как ты просила. Полина, ты у Полинки бываешь? Да почти каждый день. Не врешь? Пытать будешь? Ну, я ж преступница. Ладно. Рассказывай, как дочка. Да как? Нормально, как все. Вот на днях директор говорил. Лучше всех в классе учиться. Так что все хорошо. Кушает как? Как кушает? Я-то рядом. Все, что нужно, все покупаю. Зря ты не хочешь опекунство оформить. Опять же, Полинка рядом была бы под присмотром. Мы бы вместе с ней тебя дожидались. Это непонятно, как-то все это. Ни семьи, ни жены. Ах ты мой несчастный. Молодой, красивый, неженатый. Ну, ничего. Мамка выйдет. Заживем втроем, как в сказке. Обещай. Только когда это будет. Слушай, я тут думаю постоянно о нас, о Полинке. Может, как-то подготовиться уже. Не знаю, обстановку создать. Там, квартира, машина. Чтобы все уже было. Ты выйдешь, все готово. А то мечтаем, мечтаем, все. Годы-то идут. Какие наши годы? Да. Я выхожу. Как? Нет, я, я в смысле, как такое возможно? Ты рад? Как, когда? Через семь месяцев. Я рад. Конечно, рад. Радость-то какая. Радость. Что ж ты так, что ж ты сразу не сказала? Такое, такое радость-то слушает. Новость какая. А что ж ты молчала? А как же... А как же, у тебя же еще пять лет было? Ну, я же хорошая девочка. С примерным поведением. Условно-досрочное освобождение. Слушай. Вот. Смотри, прости, забыл совсем. Доченька, что ж ты раньше-то? Господи. А я... Хорошая моя. Свидание окончено. Давай, милая, ну. Все, все, все. Все будет хорошо. Скоро. Все, пока. Я побежал. Я побежал. Пока. Родная моя. Милая моя. Ученик десятого класса, Анатолий Ряшенцев, стал свидетелем гибели своей одноклассницы, Ларисы Нестеренко. Мам, ты про что там читаешь? Про человека одного. Про маньяка, что ли? Пока не знаю. Но обязательно узнаю. Папа где? Мам, ты чего? Ты сама его спать уложила. Тебя проверяю. На внимательность. Спать идем? Идем. И зубы почисти. Почищу. Зачем только взрослые врут? Валюша. Что это? Что делаю? Лежишь, не помню. Ни черта не помню. Что сейчас? День, вечер, Лиза. Снова в обморок грохнулась. Да? Может, я беременная? Форточку надула? Бывает же так. А попить есть? Держи. Ты чего такая? А чего ты такая? Как давно у тебя появились головные боли? Какие боли? Сама знаешь, какие. Сильные. Ну, полгода. А тошнота? Ну, тоже полгода. Как часто тебя тошнит. Ну, раз, ну, два в день. Слушай, с нас же жрать вы не только тошнить. Подохнешь скоро. Почему ты молчала? А чего мне тебе говорить? Мы на курорте, что ли? Чего ты на меня смотришь, как на покойницу, а? Валюх. Ну, чего ты? Я проявила снимок. И что? Там пятно. И что? Ну… Очень похоже на опухоль. Пять. И что? Сколько мне осталось? Осталось. Пять. Может быть шесть месяцев. Уверена? Все нужно перепроверять. А чего ты болтаешь-то тогда? Проверяй, перепроверяй. Как я буду перепроверять? Нужна специальная клиника, специальное оборудование. Ну, где клиника? Ближайшая, в Москве. В «Аблиめ»? Транслячь проверять. Все пока. Следующий ферон, Опять. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто там? Это из милиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я могу к вам пройти? А то в коридоре как-то неудобно разговаривать. Да, конечно. Проходите. Спасибо. А не припомните, позавчера вечером Анатолий Волдин... Толя все время дома. Придет с работы и тренькой, до утра на гитаре. Как была умной. Сначала я злилась на него, а потом привыкла. Он и сейчас у себя в помощи. Я могу с ним поговорить? Конечно. Стучите громче, он не слышит. Ну и чем же я провинился перед нашими доблестными органами? Дарья Сергеевна. Вы здесь ни при чем. Я хотела вам задать несколько вопросов. Угу. Про вашу погибшую ученицу. Леночка. Да. Вы знаете, на мой взгляд, это, конечно, судьба. Жестокая судьба. А, Леночка. Леночка была доброй, внимательной. Угу. Талантливой очень. Я даже связывал какие-то свои надежды большие. Именно с ней. Вы знаете, я должен убить таблетку. Можно я на секундочку пойду? Да-да, конечно. Угу. Да, я не знаю. , как базовая как-то. Так stealth. Спасибо заatem. Так. Так. Субтитры добавил иěff. Кэк. Пол erstmal в мае. Но я включил их без местах. Да. Для этого разруш glaube я próximo. Так. Вы знаете, я вспомнил одну историю, связанную с учителем физкультуры. Да? Да. На мой взгляд, это абсолютно нормальный человек. Леночке он казался жестоким и ограниченным типом. Это ее слово. А поподробнее? Это очень важная информация. Больше не знаю ничего. Ну, спасибо хоть на этом. До свидания. Всего доброго. Ну, вы вам и даете. Вы соображаете, чего просите-то? Не соображали бы, не просили. В Москву они собрались на обследование. Совсем рехнулись. Это все-таки колония, а не санаторий. Захар Игнатьевич, здесь вопрос жизни и смерти. Лиза умереть может. Ну, все мы рано или поздно. А вообще, почему я тебе должен верить? Может, ты все придумала? Захар Игнатьевич, я сделала снимок. Посмотрите, здесь пятно. Это опухоль. Захар Игнатьевич. Жили-то не тужели. И вдруг откуда ни возьмись. Опухоль. Ну, да. Сейчас Захар Игнатьевич все бросит. Повезет вас в Москву. А может, вам еще побег организовать? Я вижу, вы окончательно обнаглели. Ну, зачем так, Захар Игнатьевич? Я же понимаю, что вы рискуете. Я готова оплатить все риски, связанные с поездкой. Приехали. Ты думаешь, купила меня с потрохами? И теперь можно меня в вороньерок. Ну, зачем так? А как насчет просто помочь человеку? Проявить гуманизм? Ну, в общем так, родные мои. Думать надо было. До поступления ко мне на пансион. Это там вы люди. А здесь контингент. Зэки. Преступный элемент. Значит, нет? Лиза. Ну, я действительно ничего не могу сделать в этой ситуации. Это здесь, в колонии. Я царь и бог. А там, за забором. Единственное, что я могу сделать, это отправить твои анализы в онкоцентр. Ну, или просить чего другого. Ничего другого нам и не надо. Ну, тогда и нечего разговаривать. Надо. Мне надо. Разреши дочку привезти. До свидания. Андрюх, при всем моем уважении к Даше. Да при чем здесь Даша? Решение вести этого учителя музыки мы принимали вместе. Андрюх, ну я же видел, как она тебя уламывала. И потом, что она привязалась к этому педолаге? Ну, нет на нем ничего. Чист, океанец божий. Я его проверял, ты его проверял. И что? На чем его брать? На основании Дашиных предчувствий? Даша, слушай, а мы тут как раз с Андрюхой решаем, что нам с этим Ряшенцевым делать. Да, Андрюх? Мне повариха звонила. Он снова у них был. Сказал, что сегодня придет. Ладно, не будем терять время. Давай до скорого. Никуда от вас не деться. Как с подводной лодки. Наш с другой стороны. Кто же за орденом пойдет? Если вы вдруг права откажетесь. Смешаные. Здравствуйте. Ты чего звонишь? Тебе же сказали, как ну. Марья Ивановна, дорогая моя, хорошо. Иди. Хорошо. Иди уже. Теть Маш, скиньте десятку, а? Да ты чего? И так себе в убыток. А хозяин узнает, вообще выгонит. Грабеж? Чистый грабеж. Иди, иди, иди. Иди с Богом. Убыток. Есть. Ага, хорошо. Девочка моя. Девочка моя. Ты где? Девочка моя. Ты где? Девочка моя. Ты куда? Жди меня здесь. Девочка моя. Вот вы где. Держите, держите. Не, не, не ругаться. Всем достанется. Вот. Вот, вот, вот. Вечер добрый, Анатолий Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Эх, добрая у вас душа. О, там. Еще хочешь? Маш, Маш. Держи, держи. Вот тебе большой кусочек. Собачек он кормит. Даша, Даша, пошли отсюда. Пошли, говорю. Ох, кто пришел, кто пришел. Вот он. Как я тебя рада видеть. Да я приехал сразу, как смог. А что случилось? Ничего не говори, ладно? Помолчи. Ты нездоровая? Все нормально. Привези мне Полину. Я хочу ее видеть. Да как же, ты же сама скоро выйдешь и увидишь. Нет. Я хочу сейчас. Лиза, я чего-то, я не понимаю. Я хочу. Слышишь? Я хочу. Ты мне должен ее привезти. Ты должен меня, слышишь? Должен, должен. Успокойся, я прошу тебя. Ты же знаешь, я не могу этого сделать. Ну как, я и никто. Мне даже не дадут с ней по улице погулять. Если ты это сделаешь, я дам тебе все, что у меня есть. Слышишь? Все. Да при чем тут твои... Что случилось-то? Просто скажи. Ты это сделаешь? Ты это сделаешь? Да или нет? Да или нет? Черт тебя возьми! Да или нет? Ты мне должен. Ты должен меня, слышишь? Ты должен. А теперь, слушай меня, жена, я все делал по-твоему. Теперь мы будем делать по-моему. Короче, забудь о нем. Прошу, направь свой пыл на поиски настоящего маньяка. Ташуль, я тебя очень прошу, хватит. Ты не слышишь, что я говорю? Я видел, что он делал. Все и точка. И мир. Как хочешь. Все, Андрей, больше ты от меня ни слова не услышишь. Ну, вот еще. Теперь у меня будет не моя жена, что ли? Да все пацаны и сдохнут от зависти. Да, пожалейте их, товарищ майор. Терраса. Терраса? Господи, Андрюша, я совсем забыл. Это же наш день. Ну, наконец-то. Я ей столик заказал. И подарок, между прочим, для тебя имеется. А потом Виталька и говорит. А слабо, Андрюха, в окно девчонкам череп повесить? Ну, мне на тот момент, естественно, ничего слабо не было. Ты же понимаешь. Я беру муляж, нанесываю вот так, на палку. И начинаю этим черепом водить доля окна. Ты представляешь, какая реакция? Девчонки, естественно, в крик. Прибежали наши будущие сотрудники, скрутили меня и отвезли в отделение. А Виталька? Ну, а чего Виталька? Витальку не заметили. Он меня потом пришел из отделения вытягивать. Вот гад ты, Андрюш. Такой скрытный гад. И главное, мне ни слова. Я-то думала, что ты тогда с миндалинами лежал. Андрюш, а тебе не кажется, что Виталька, ну, как-то втянет тебя на что-нибудь, а сам остается в тени? Да шо? Ну, тут чересчур строга к нему. Ты же знаешь, что Витальк, он всегда такой. Незаметный. Вот черт. Что с тобой? Сот твой потерял? А ну-ка, жена, закрыла глаза. Давай, 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 закрывай. И не открывать. Не открывать. Можно? Боже мой. Андрюш, какая красота. Но она стоит, наверное, очень дорого. Стоит. А может, я коррумпированным ментом стал? И все для тебя. А отпуск? Ну, заплатили денег. Провел занятия с коллегами. Скрыла тебе внеплановые доходы. Ну, что теперь? Ну, убей меня. Ну, только нежно. Спасибо. Спасибо. Я сниму пока его. А то с этой одеждой как-то... Я сам сниму. Но только не здесь. И не сейчас. Угу. Ну что, пошли? Пойдем. Спасибо. Я все спросить хотел. Что насчет маньяка этого? Понимаете? Жена второй недели дочку из дома не выпускает. А у нас скоро экзамен на аттестат. Сами понимаете, страшно. Возьмите. Поймаем. Обещаю. Пойдем. Разбилась. Боже мой. Андрюш, плохая примета. Плевать, Даша. Все хорошо. Извини. Что? Когда? Сейчас будем. Только это, машину пришли. Выпил я праздник у нас. Опять какую-нибудь бедолагу поймали? Вот и откуда знаешь. Вот чувствую я. Ты мне скажи, зачем ты гитару-то раскрошил? Какую гитару? Забыл родную речь? Ой, беда какая. Андрюш. Перестал понимать по-русски. Это не он. Ты опять чувствуешь? Вот смотри, где он находился последние две недели. Ну что, будем говорить? У меня есть все доказательства, чтобы убечь тебя на зону. Ты понял? Но я хочу знать от тебя, как ты заманивал жертву, как ты следил за ней, как убивал. Я тебя заманивал, ни за кем не следил, никого не убивал. Виталий, надо поговорить. Думай. У тебя очень мало времени. Ну-ка, глянь. Ну что? Ну не прочел, конфуз. Я ведь его с кондачка хотел расколоть. Ты рожу его видела? То-то, что видела. Да не он это, Виталик. Не он. Вот Ряшенцев, он… Да хватит уже про этого Ряшенцева. Все равно. Нужно искать того, кто входит в доверие к девочкам. А этот, не то, что к девочкам в доверие не войдет. Он и к слепым фартовым грузчикам не подмажется. Виталий, Даша права. Надо еще раз прочитать. Тебе это дело. Некогда смотреть, Андрюха. Ловить надо гада. Вот завтра вызовут нас на ковер. Что мы скажем? Что у Даши есть предчувствие, что… Ладно, я что-то не то сказал. Хорошо. Скажем, что интуиция – это одна из важных составляющих нашей работы. Так? Так. И не надо издеваться, Виталик. Хорошо. Держи. Ну что, будем признаваться? Я ничего не делал. Я клянусь, ничего не делал. Вот ты мне скажи, что мне все время пеняет про то, что я чувствую? Даша, ты за своей речью посудить не хочешь? Ты же через каждое здорово. Я чувствую, я чувствую. Может, тебе отдохнуть надо? Юрку взять на две недели на море? И ты туда же. Ну, спасибо, Андрюша. Поддержал. Даша. Даша. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Кристиночка, Даша, ну что ты так расстроилась? Ну, перестань. Ну, не надо. Пошли домой. Пойдем. Пошли, пошли. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если уж мы с вами стали вот так запросто встречаться... Это знак... Вы не находите? Какой вечер... Ветерок легкий... А знаете, чего не хватает? Чего? Музыки... Простите, я спешу... Уж не предлагаете ли вы мне... Уроки игры на гитаре брать... Музыка — это одиночество... Музыка — это тайна... А для уроков игры на гитаре... Вы несколько староваты... И слух у вас испорчен... Воем милицейских сирен... Я тебя поймаю... А я тебя... И тихо-тихо-тихо... Тихо-тихо-тихо... И тихонечко... На финальчик... Ну что ты смотришь на гриф? Ну-ка... Давай-давай... Поняла? Да... Правда? Угу... Молодец... Ну вот... Примерно так... Я заслушалась... Как в театре... Ну... До театра нам еще далеко... Далеко до театра... И выдаваться лезьте... Урок закончен... Ой... Вот... Спасибо вам огромное... Вы знаете... Это слишком много... У меня нет сдачи... Мам... Ну что ты на самом деле... Вы... Святой человек... Анатолий... А давайте я вам тогда дам варенье... И не вздумайте отказываться... Это не деньги... Хорошо... Несите... Несите... Музыка это... Одиночество и тайна... Завтра... На нашем месте... Да... Вот... Вот возьмите... Спасибо... Вишневая... Спасибо громадно... Ирина Ивановна... А могу я вас тоже просить... Об удолжении... Вы знаете... Я бы хотел, чтобы мои... Уроки оставались тайной... А то вы сами знаете... Какие у нас законы... Какие налоги... Ну конечно... Конечно же я вас не выдам... Спасибо большое... Спасибо... Ну... Угу... Вот не будь я в тебе уверен... С тринадцати лет... Подумал бы... Дома не ночевала... Не поверишь... У нашего гитариста... Такие скирят в шкафу... О... Бутерброды... В кои-то веки... Жена позаботилась... У какого гитариста? Я в сети раскопала... Кое-что из его прошлого... Ясно... Я в душу... Надо бы в область съездить... Андрюш... Скажи Савельичу... Что я взяла отгул за Майски... Ладно? Ну... Вот получи премию, жена... Куплю тебе тренажер для рук... А то стыдно... Майор... Обьешь, как мальвина... Ух... Да... Напоминаю... Мы только что виделись... Я уехала в область... Савельичу скажи про Майски отгул... Юрке мороженого не давать... У него миндалина... Забрать из школы... И на тренировку... Буду вечером с новостями... Целую... Ух... Ух... Да нечего мне вам рассказывать... Нечего... Я Толика давно не вижу... Я живу одна... Что вы хотите... В чем Толик провинился... Пока не могу сказать... Анна Филипповна... Я ведь просто хочу хорошо сделать свою работу... Мне поручили узнать... Что на самом деле произошло тогда... Восемнадцать лет назад... Господи... Я не помню... Что было неделю назад... А вам... Вынь да положь... Что было восемнадцать лет назад... Я больна... Одинокая женщина... Инвалидность у меня... Анна Филипповна... Да не волнуйтесь вы так... Просто скажите... Почему Анатолий бросил училище... И так скоропалительно уехал отсюда... Стой... Стой... А ну-ка... Иди сюда... Иди сюда... Отпусти... Ой... Отпусти... Ухо оторвешь... Ай... Отпусти... Всю жизнь на аптеку будешь скалывать... Ай... Ай... Проверьте... Стой... Зачем вы как сумку бросаете... Бросаю... Пошла в магазин... Крышня... Поставила... Думала... Потом разберу... А тут вы... А ну стоись... Вы его знаете... Ну конечно знаю... Сосед мой... Степка... Как тебе не стыдно... Бессовестный какой... Я же тебя с вот таких лет знаю... Так слушай меня внимательно... Сосед... И запоминай что скажу... Еще раз... Попробуешь обидеть эту женщину... Загремишь колонию... А там уж не только на аптеку... Но и на государство поработаешь... Пошел вон... Ай... А вот Оля... Никогда чужого не брал... Такой хороший мальчик был... Умный... Воспитанный... А талантливый какой... Да вы проходите... Умный... Воспитанный... Уходите... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Егор Николаевич, ну это невозможно. Я не волшебник. Но вы же поймите, девочка последний раз видела мать, когда ей было три года. Она растет с придуманным в голове образом. Но вы, как педагог, должны понять, к какой драме это может привести. Аргумент серьезный, не спорю. Но он не предусматривает нарушение мной закона. Но существуют же законные способы обойти закон. Существует. Но обойти закон недостаточно законно. Можно потерять место. Или еще хуже, отправиться вслед за мамой Полиной. Ну не преувеличивайте. А вы представьте, как это выглядит со стороны. Ну и как? Выживший из ума директор детского дома сдает ребенка в аренду чужому дяде для совместных путешествий по тюрьмам России. Нравится? Да бросьте. Вы же знаете, я везу ее к матери. Да хоть к господу богу. Официального ей никто. Ни родственник, ни опекун. Ну официально никто. Знаете, я тут хотел пожертвовать некоторую сумму денег. Это всегда пожалуйста. Только будьте любезны, сделайте одолжение. Расскажите, как нам правильно оформить нашу поиску с Полиной. Ну можно сделать так. Вы приносите мне заверенную бумагу об опекунстве. Пусть даже она будет не вполне правильной. Либо бы. Да, если вам угодно. Но если что случится, я ничего не знал. Вы меня просто обманули. Подходит. И еще. Оставьте заявление. Укажите адрес колонии. Когда, откуда, по какой дороге поедете, какого числа вернетесь. Ну и так далее. Завтра я принесу вам эти документы. Хорошо. Ну все, урок закончен. Ну что, всех преступников переловили. Отдыхаем? Пивка не принести? Так мы это в завязке, Иван Савич. Дарья где? У нее отгул. Не нагулялась. А сгибни долбить своим музыкантам. Это мы можем. А вот настоящего маньяка ловить у нее отгул. Зря вы так, Иван Савич. Даша, как никто, болеет за дело. Да вы все болеете. Один я у вас здоровый. Каждый день по шее получать от начальства. А ну марш работать. «Савички» Ах ты, перестань. Сейчас тебе отдам. Быстро иди в будку. Толик с Ларочкой дружил. Нравилась она ему. Девочка была не от мира сего. Да, такая же, как и Толик. Они любили на пристань ходить, на гитаре играть. И доходились. Ушка просила. Торадыш, кто слушал. Анна Филипповна, не плачьте. А что случилось потом? Изнасиловали. Кого, девушку? Толик. Хулиганы местные. И девки ихни, денючая страсть. Увидели этих инопланетян наших. Стали приставать. А они вместо того, чтобы убежать, стали им перечить. А те завелись, связали, раздели. И и... А пока девицы над Толиком измывались, парни эти полезли за Ларочкой на причал. А доски старые не выдержали, все в воду рухнули. Ларочка с детства воды боялась. Утонула мгновенно. Ее через месяц случайно рыбаки нашли. А Толик после этого как... как без памятства впал. А что же правосудие? Этих подонков должны же были... Ой, не смешите. Какое правосудие? Подонки эти, сынки больших милицейских чинов. Папаша их откупили и быстренько отправили отсюда. Кого? Куда? Мы с Сергеем отцом куда только не ходили. Все ваше вы правосудие хваленого искали. И нашли могилу Сережи. Сердце не выдержало. После очередного разговора с милиционерами лег и больше не встал. Анатолий? А Толик как Ларочку нашли как-то успокоился. А потом собрал вещи и уехал. И с тех пор, а с тех пор ни я о его жизни ничего не знаю. Ни он и моей. Он мне такое сказал перед отъездом. Что? Если мы этому миру не нужны, то и он нам не нужен. Да вы пейте чай, пейте. дай. Даш, подожди. Ну, подожди. Да, постой ты. Ты что, с ума сошла? Ты что сейчас там наговорила? Ты зачем Савельича консерватором обзываешь? Он даже слов этих не знает. Ты не надо на меня так смотреть. У нас 13 реальных подозреваемых. Что ты до этого ряшенсого докопалась, Три бомжа, два инвалида, если к подростку прищем. Говорю, у тебя это Ряшенцев, он в детстве такой пережил. Его пьяные девки снасиловали на глазах у любимой девушки. А потом парни пьяные и девушку хотели тоже. Она тонула, спасайся. Тебе этого мало? Так что же ты сейчас об этом не сказала, а? А мне рот дали раскрыть. Савельич мой отчет о разговоре с мальчиком Анатолий не читал вовсе. Ребят, тихо, тихо, тихо. Ну, хорош. Слушай, Даш, ну меня, конечно, в детстве не насиловали. Я сам кого-нибудь. Ну, вот случай у меня был в пионерском лагере. Товарищ майор, вас зовут. Привет, девчонки. Привет. Здрасте. Вставь, я положу. Я там подожду, Катя. Хорошо. Давай еще раз с Захаром поговорим. Ага. И опухоль у меня в башке сразу рассосется. А я уверена, он поможет. Я не про это. Ну, допустим, он отпустит нас в твою клинику. Ну, подтвердят мне там твой диагноз. Ну, пять месяцев осталось. Дальше что? А дальше? Дальше будем бороться. Будем стараться жить с этим. Будем лечиться. Что с Полинкой без меня будет? Я думала, я отсюда выйду и ее жизнь налажу. За нее боюсь, не за себя. О Полине я могу позаботиться. Когда? Тебе еще сидеть сколько? Ольга, я тоже могу по УДО выйти. Идиотка. Захар под тебя эту клинику застраивает, не чтоб тебя выпустить. Ты здесь сидеть будешь от звонка до звонка? Слушай, а Егор? Ну, почему ее не может забрать Егор? Послушай, ты взрослая баба. Ты что, не понимаешь? Полинка через несколько лет будет взрослой девушкой. А ты хочешь, чтобы я своими руками и чужого мужика подвела? Я думала, он тебя любит. Деньги он мои любит. А будут они у Полинки, и он ее с удовольствием полюбит. Не о таком я будущем для дочери мечтала. Ну, хорошо. Ну, а что делать-то? Снимать штаны и бегать. Слушай, я что думаю, надо бы смотаться в область. Есть там несколько подозрительных личностей. Так вот, двое из них сидели за изнасилование несовершеннолетних. Так вот, надо, поедем. Даша! Ну, как ты бьешь? Ты бьешь, как мальвина. Я бью, как умею. Ты бьешь, как девчонка. Смотри. Спокойно, расслабилась, да? Уверена, очень уверена. Вот, и все. Повторить или сама? Давай еще раз. Увереннее. Ну вот, уже лучше. Слушай, повозил по области, а? Виталь, куда поедем-то? С чего начнем? Давай. Еще? Ну что? Ну, я думаю, начнем с Пушкина. Привет. Привет. Ну, надо же, когда мы еще увиделись, да? Не говори. Как Мишка, пишет? Пишет. Получил работу в крупной компании в Лондоне. Зовет. Ну, а ты? Ну, а что я? Ты же мою ситуацию знаешь. Мама не встает. Кстати, у вас с Андрюшкой нет знакомых в госпитале? Надо. Найдем. Ты же знаешь, Андрюха ради Римы Юрьевны расшибется. Она же нам тогда Юрку от скарлатины спасла. А в чем вопрос? Я встаю каждый день в пять утра, еду в госпиталь к маме. Потом в салон, потом снова к маме. Сиделка нужна. Недорогая, но хорошая. Надоелась, сил моих больше нет. Я что, на свет белой родилась, чужие головы стричь красить? Котлетки паровые лепить, да? Держись. Утку выносить. В общем, с мамой такая беда, просто ужас. Найдем. Даша, мы в область. Ты с нами? Нет, езжайте без меня, я пешком дойду. Привет, Дмитрий. Прогуляюсь. Андрючек, возьми сумку, пожалуйста. Андрюха твой не меняется. Он у меня такой. Юрка как? Юрка растет. Растет? Рады? Кстати, моя милиция, вы когда маньяка-то поймаете? У меня все клиентки в салоне с ума уже сходят. Найдем, скажу, пока. Даш, ну пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ушки нахожу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот Галю хочу на выходные к дедушке отправить. Антолий Сергеевич, помогите, пожалуйста. Можете по дороге за Галей последить? А там ее дедушка встретит. Конечно, конечно. Поможете? Конечно. Я дам вашу балованную Галю крепкие руки дедушки. Спасибо. Ну все, малыш, пока. Пока. Хорошо себя ведите. Хорошо. Галина, может быть, пойдемте с нас занимать? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откройте дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А хотите газету почитать? Хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да ладно тебе, Даша, с кем не бывает. Ну, тянула пустышку, кое-что. Я вот тут недавно, Андрюха не даст соврать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да хватит меня успокаивать! Вы слепы, невнимательные! Дарья, я тебе серьезно говорю. Давай маньяка искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ты нам обеспечиваешь вот что! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот знаешь, что это он. Знаю, а то он. Ну ладно, ребят, пока. Пока. Ты уж, Полинушка, меня не подведи. Дорогие, я, можно сказать, ради тебя иду на благородный поступок. Вот дядя Егор мне тут все прописал. Адрес тюрьмы, как поедете. Буду вас ждать точно в срок. Значит, я скоро увижу маму? Ну, конечно. И смогу с ней поговорить? Конечно, сможешь. Я вас мучила, изводила, а вы ко мне со всей душой. Простите меня, пожалуйста. Ладно, ладно. Ты, главное, пообещай и мне, и Игорю Степановичу, что будешь слушаться меня беспрекословно. Клянусь. Ну, а теперь то же самое, но по-человечески. Я обещаю, что буду вести себя примерно. Умница, умница. Все в порядке? Все в порядке. До свидания. До свидания. Ну, до свидания. Спасибо вам. Счастливой дороги. Маме от меня привет передавай. Угу. Угу. Так. 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 КОНЕЦ Ты чего такая подруга? Как будто своего мужика с чужой бабой застопила. Чё стряслось-то? Ладно, в хорошую молчанку играть. Говори уже. Лиз, у меня плохие новости. Пришёл результат анализа. Чё, пора завещание писать? Лиз, ты только не волнуйся. Прости, я не знаю, что я говорю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А чего мне волноваться? Я, по ходу, свою отволновалась. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Помогите! 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 Зачем выгнались за девочкой? Она такого наплетет. Потом не расхлебаешь. А знаете что? Что? Я сама отвезу Полину на свидание к маме. К маме ты подойдешь? Или забыла за это время? Мама! Что я могу для тебя сделать? Давай спешим отцу. Дорога! Как я понимаю, ты не отрицаешь тот факт, что произвела два выстрела по гражданину Ряшенцеву. Я знаю, что это он. И совесть моя в порядке. На моих глазах девочку убивали. А вот девочка говорит, что они репетировали, когда ты открыла твоей учителю огонь. «Азыка» «Шо» ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА «Ага» «Ага»